Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы сегодня поговорим о плодовых деревьях. Во время прямой линии были заданы вопросы, что вот росло плодовое дерево, выдавало плоды, и вот оно перестало плодоносить. В чем причина? Давайте будем разбирать ошибки и причины, которые приводят к тому, что плодовые деревья начинают плодоносить. Нам почему-то кажется, что это происходит как-то резко. На самом деле все проходит постепенно. Самая первая причина, от чего перестают плодовые деревья, любые, неважно, будь то косточковые, будь то семечковые, это первое, что недостаточно освещенности. Мы садим дерево, оно маленькое, потом где-то вырастают соседи, более высокие, и начинают его зачинять. И как только тень достигает такого критического состояния, наше дерево перестает закладывать цветки и перестает закладывать плоды. Далее, одна причина, что появились взрослые соседи. Вторая причина отсутствия плодоношения дерева, то, что где-то рядом вы посадили дерево, оно росло, вы построили пристройки, будь то веранду, будь то какой-то навес, будь то беседку, построили, оно стало затенять, опять же, непроизвольно вы создали тень, и ваше дерево на это отреагировало. Оно перестало радовать вас плодоношением. Следующая такая очень распространенная ошибка, которая часто бывает, в наших садах наблюдается, и вы, наверное, ее замечали, это то, что наши деревья просто-напросто испытывают недостаток влаги. Почему испытывают недостаток влаги? Причин на это есть несколько. Ну, некоторые говорят, у нас там капельный полив, у нас там и шлангом поливают. Но поймите, что многие высаживают плодовые деревья и вокруг все засевают газоном. А газон – это войлок. Это такой войлок, который впитывает всю воду, все питательные вещества, он перехватывает. Он перехватывает и он удерживает в себе. Поэтому нашему плодовому дереву уже ничего не достается. Влага, которая поступает, она до дерева не доходит. И наше дерево испытывает недостаток влаги. Ну, недостаток влаги, оно может испытывать не только, вот когда газон подсиен. Это может быть близость к фундаменту. Значит, если близость к фундаменту, бетон весь, как бы в каком бы состоянии находился, он как бы оттягивает влагу. Оттягивает влагу и подсушивает почву. Поэтому растения, которые будут расти где-то вблизи фундаментов, неважно каких, у нас их надо обязательно поливать. Следующая причина, почему может быть недостаток влаги. У нас есть много растений. Это касается особенно хвойников, таких как туи, можжевельники. У них поверхностная корневая система. Поверхностная корневая система, она как войлок оплетает почву. Значит, опять же, нашим растениям не достается вода. Что необходимо сделать? Мы уже вам рассказывали в этих роликах. Значит, в этом случае не забывайте о влагозарадковых поливах. Только влагозарадковые поливы помогут насытить почву осенью уже водой. И эту воду растения будут использовать также весной и в начале лета. Так что вы поняли, какие причины не дают воде доходить до корней нашего дерева. Ну и следующая причина очень банальная и очень проста. Если плодовое дерево начинает давать маленькие приросты, ну то есть где-то 15-20, это уже ненормально. Это должно насторожить, потому что это может быть не только от недостатка влаги, но и от недостатка питания. То есть дерево забрало все уже питательные вещества, позабирало вот из почвы вокруг себя и больше взять не может. Поэтому приросты уменьшаются и, соответственно, подоношение сводится к нулю. Дерево перестает подоносить. Самое простое, чем здесь можно помочь? Очень просто. Мы берем любую подкормку, будь то органическую, будь то минеральную, и делаем дерево. Но опять же не забываем, что если у нас газон, значит, для того, чтобы газон не перехватил наше питание, которое мы даем дереву, опять же делаем буром, делаем луночки, и в эти луночки, значит, жидкие растворы заливаем или органических, или минеральных удобрений. Так мы насыщаем дерево наше питательными веществами, и оно будет нормально плодить. Ну и следующая причина, от чего перестает плодоносить дерево, значит, любое дерево с возрастом стареет. Ну оно стареет, но это не говорит о том, что оно будет понижать урожайность. Просто дерево начинает самоомолаживаться. Оно начинает давать обильную корневую порость, потом на дереве появляются волчки различные, и вот эти волчки и корневая порость, значит, что они делают? Они просто-напросто отбирают питание на свой рост у плодов, и плоды в нашем дереве уже не появляются, их просто нету, дерево увлеклось уже ростом. Поэтому для того, чтобы это не случилось, необходимо что? Корневую порость и волчки необходимо удалять на самом начале роста. Удалили, значит, все питание пойдет на дерево, а, соответственно, на плодоношение. Поэтому формировка кроны, это остается очень важным. Если вы будете сдерживать рост волчков и корневой порощи, значит, будет часть питательных веществ идти на плоды, и дерево будет нас радовать регулярным плодоношением. Ну и еще одна причина, о которой тоже, как бы, не все, может быть, догадываются, но и все знают, на плодоношение дерева могут оказать влияние также болезни и вредители. Вы видели, вот цветет яблоня, отцвела яблоня очень красиво. Потом часть цветков каких-то рыжих, рыжих, таких коричневатых цветков. Коричневатые цветки, о чем это свидетельствует? Там похозяйничал яблоный цветаед. Это вредитель, долгоносик, он правильно называется, яблоный цветаед. Значит, он повреждает цветок, еще в бутоне повреждает цветок, и цветок не распускается. Завязи там нет, а живет уже гусеница. Значит, когда, бывают уже годы, сами, знаете, по яблонным грушам, если они плодоносят нерегулярно через год, бывают годы, когда они слабо цветут. Когда они слабо цветут, наш долгоносик, который яблонным цветаедом называется, может уничтожить весь урожай. То есть все цветки будут коричневые, и нам не принесут ни одного плода. Поэтому помните об этой причине. Следующая причина – с болезней. Вы болезни замечали. У вас весной распускается абрикос, распускается вишня. Ну, красиво распустились, потом часть цветков как бы завязшая. Они завяли. Они завяли не по причине заморозков, не по причине еще каких-то других вредителей там и что. Они завяли от того, что в них поселился молнилиоз. Это спора, которая прорастает во время цветения, попадает в завязь и прорастает туда, в древесину. Проросла в древесину, значит погибает и цветок, не дает урожая, и начинают засыхать веточки. Поэтому, опять же, обращайте внимание, надо предпринимать меры своевременно. С болезнями и вредителями необходимо бороться. Какими там путями – агротехническими, физическими или химическими – это вы уже выбираете сами, исходя из своих возможностей. Не забываем об этом. Если вы ждете, ну и дальше, еще такая одна причина перестает дерево плодить. Как бы, есть у нас отдельный ролик, но я повторюсь, что присутствие на дереве лишайников и мхов также снижает продуктивность плодового дерева. Поэтому удаляйте в свое время на лишайнике и мхи с плодового дерева, и дерево ответит за это вам хорошим урожаем. Зная причины, которые приводят к тому, что дерево нас перестало плодить, вы устраните эти причины, эти все сделаете, и будете наслаждаться богатыми, хорошими урожаями на своем участке и на своих деревьях. Причины, видите, простые, устраняются также несложно, просто необходимо чуть-чуть проанализировать и принять правильное решение. Смотрите наш YouTube-канал. До свидания.